Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Я рада вас приветствовать в своей еженедельной рубрике подготовка к продуктивной неделе. И сегодня у меня намечается генеральная уборка на втором этаже. Я буду убираться в детской, в спальне, буду убираться в гардеробной, в ванной. Также поподробнее, как вы и просили, уделю внимание планированию, ну и конечно же поделюсь с вами очень вкусными осенними рецептами. Начинаем с утра пораньше с детской комнаты. Я отодвинула ковер, убрала кровать, все промываю, плентуса, полы, хорошо дезинфицирую все это при помощи парогенератора. Меняю постельное белье, в общем-то навожу генеральную уборку, протираю каждый ящик, каждый шкафчик, саму кровать конечно же я протерла. Также сегодня я уделяю внимание окнам и шторам. Их также мою и перестирываю. Следующая зона это наша спальня, она достаточно большая по площади, поэтому конечно же уборка в ней занимает много времени. Здесь все то же самое, отодвигаю всю мебель, полисошу, промываю, промываю каждый уголок, плинтусы, окна, стираю шторы. В общем генеральная уборка. Конечно же делать ее очень тяжело, знаете, за раз во всем доме, поэтому я делю на зоны. И вот сегодня у нас такой большой марш-бросок, весь второй этаж мы уберем. А вот в течение недели я буду потихоньку наводить такой порядок уже на первом этаже. Также буду перемывать окна, перестирывать текстиль, отодвигать все, промывать. Как видите, у нас здесь нет сейчас ковров, потому что Леша их забрал на улицу и моет. Ну а я за то время, пока он их моет на улице, быстренько промываю всю площадь под кроватью, под тумбами, пылесошу наши лампы настольные. Кстати, говорит, очень удобно делать при помощи пылесоса или липкой ленты для того, чтобы почистить одежду. Протираю люстру, мне кажется, сегодня я вымыла абсолютно все, кроме стен и потолка. Вот этим я занимаюсь вообще крайне редко. А Леша тем временем отодвинула мне ванну, чтобы я тоже там смогла убраться. Ну а я пока заканчиваю дела в нашей спальне, протираю зеркало и буду менять постельное белье. Если честно, в такой глобальной уборке я немножко не понимаю, что делать в первую очередь. То ли поменять белье, но тогда пыль будет лететь на матрасник, на матрас, на саму кровать. Но я решила сделать так, что сначала пропылесосила, потом поменяла постельное белье. Увидела, как на чистый пол там где-то что-то упало, какие-то соринки. И быстро их просто пропылесосила. Мне кажется, такой самый оптимальный вариант. И продолжаю убираться в остальной части комнаты. Леша тем временем снимает шторы и я их буду отправлять в стирку. Сегодня столько всего нужно перестирать, перегладить, потому что я глажу шторы. Не вешиваю их в мятом состоянии. У меня такого чуда не происходит, что достала из стиральной машинки, повесила и они сами все разгладились. Я все равно вижу все эти морщинки и складочки. Так как ванна у нас акриловая, она очень легко, в принципе, отодвигается. Видите, какой там беспорядок. Это в основном пыль, там как таковой грязи-то нету, поэтому все хорошо полисошу. И промываю паровой шваброй за ванной и под ней. Ну и, конечно же, мою окно. Окно я не так давно мыла снаружи, поэтому сегодня просто его освежаю внутри, потому что детки любят в него смотреться. И отпечатки пальцев, носиков, все это остается. Мою хорошо подоконник при помощи пароочистителя. Все выходит из стыков, какая-то грязь, пыль, которая летит с улицы. И все. Окно, подоконник остается белоснежным. Ну и так как мы тут убираемся, все, двигаем, естественно, какой-то ссор, пыль, капли, все это налетело и в саму ванну, поэтому ее я так же быстро промываю. Уборка на самом деле получается такая достаточно хорошая. Достаточно легкая, потому что все-таки я слежу за сантехникой, за всем на регулярной основе, поэтому отдраивать что-то мне уж не приходится. Возвращаюсь в спальню и продолжаю свою уборку. Мне тут осталось совсем чуть-чуть. Такие зоны еще три, которые я выделяю. Это зона эркера, зона рабочего стола и коридор, который ведет в нашу спальню. Эти сейчас зоны я так же буду убирать. Анабелька пока сидит в своем манежике. Кстати говоря, она его воспринимает почему-то сейчас как свой домик. Вот он, например, у нас открыт. Она выбежала, поиграла, походила, побегала. Потом раз туда уходит, ложится спать. То есть никто ее там не запирает, но, видимо, она это пространство воспринимает как свой домик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь время приготовить вкусненькое. И я сегодня решила приготовить булочки с корицей. Такой необычный рецепт с яблоками. Сейчас я замешиваю тесто. Девчата, все пропорции, все ингредиенты, чтобы не было путаницы, обязательно оставлю для вас в описании под видео. И ориентируйтесь в первую очередь на рецепт в описании под видео, потому что бывает, что я забываю что-то вам сказать, и вы потом переспрашиваете. А вот внизу есть, а мы не сказали. Ну просто невозможно же все рецепты держать в голове. Поэтому да, правильная информация в инфобоксе. Растапливаю сливочное масло, поставила уже опару. И сейчас буду замешивать тесто, которое у меня будет подходить. Смотрите, вот так подошла опара, образовалась такая шапочка. И я сюда переливаю молоко, сливочное масло. Буду водить сейчас просеянную муку. Рецепты, девчонки, конечно же, я не помню наизусть. Вот у меня там стоит ноутбук, и я подсматриваю. Замешиваем тесто. Емкость, в которой у нас будет тесто подниматься, смазываем растительным маслом, накрывая полотенцем, пищевой пленкой и убираем в теплое место. Мне нравится немножко нагреть духовку, буквально градусов до 50-40. В смысле, я разогреваю, но не до такой температуры, чтобы там было просто руки тепло, скажем так. И ставлю тесто подниматься, там нет сквозняков, и тесто поднимается, мне кажется, раз в два быстрее, чем если бы я его оставила просто там на столешнице или к батарее поставила. Правда, батареи у нас нет. Ну, как вариант, тоже возможно. Сразу же перемываю всю посуду за собой. Замешивала тесто, перепачкала много чего, но между делом все это быстро ликвидируется. Ну, а теперь я буду готовить свой любимый суп-пюре. Он будет в большей степени тыквенный, потому что сюда у меня пойдет целая тыква. Сейчас нарезаю, подготавливаю овощи. Чеснок очищаем, нарезаем на небольшие кубики, можно выдавить его через пресс, как вам больше нравится. В кастрюльку, в которой мы все это будем варить, наливаем на дно немножко оливкового масла и будем обжаривать. Чеснок сюда отправляем и нарезаем лук. Вот количество лука, это, пожалуйста, на ваш вкус. Я люблю лук, я кладу побольше. Если не любите, кладите меньше. Так что на оливковом масле обжариваем слегка лук и чеснок, чтобы они дали свой аромат. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше подготавливаем следующие овощи. Нарезаем и очищаем морковь. Можно овощи нарезать крупно, потому что в дальнейшем мы все равно будем пюрировать. Нарезаем томаты и нарезаем болгарский перец. Этот суп можно сделать из печеных овощей, получится еще вкуснее. Овощи нарезаются, сбрызгиваются оливковым маслом, посыпаем солью и убираем в духовку где-то при 200 градусах минут на 40. Лучше еще положить под фольгу. Потом мы их достаем, например, томаты и перцы очищаем от шкурки, а остальные овощи просто будем пюрировать. Тоже очень вкусный рецепт получается. Я и так, и так готовлю, но так как сегодня у меня духовка занята, я буду готовить в кастрюле. Когда все овощи я заложу в кастрюлю, заливаю все водой, добавляю немножко соли. И после закипания варю где-то 20 минут. Смотрю по готовности моркови, потому что из всех этих продуктов она готовится дольше всего. А цикву я вам посоветую брать мускатную, потому что, во-первых, она быстро готовится, во-вторых, она сладкая, очень вкусная. Я готовлю начинку для наших булочек с корицей. Яблоки я не очищаю, потому что это наши яблоки домашние, садовые. Нарезаю их просто на небольшие кусочки. Выдавливаю сюда немножко лимонного сока. Засыпаю с сахаром, корицей, добавляю сливочное масло. И всю вот эту массу нам нужно будет уваривать, чтобы у нас, знаете, получились такие яблочки в карамели. Поэтому яблоко берите побольше, не жалейте, 5-6 штук смело можно брать, потому что они уварятся. Сейчас вам показала, какой сахар я использую и какую корицу. Вот так уварились наши яблочки. Ну а мы займемся приготовлением теста для нашего киша. Киша у меня будет сегодня с красной рыбой и брокколи. Естественно, мы уже его попробовали, поели, и он получился очень вкусный. Такое интересное сочетание брокколи, песто, красной рыбы. Мне кажется, такое блюдо можно смело подавать на воскресный обед или на праздничный какой-то стол. Вообщем, очень вкусно. Суп тем временем приготовился, сейчас я его буду пюрировать. Обязательно пюрируйте без бульона. Потом можно жидкость добавлять, сливки, бульон и регулировать консистенцию. Тем временем тесто подошло на наши булочки. Обминаем его, раскатываем в пласт. Чем тоньше вы раскатаете, тем, естественно, будет больше слоев, тем вкуснее. Минимум, вот, сантиметр толщиной, лучше меньше. На наше тесто выкладываем начинку. Я выкладываю сначала яблоки и на кончик выкладываю просто сахар, смешанный с корицей. Знаете, для того, чтобы уж не такие огромные были булочки. И чтобы кончик хорошо запечатался, чтобы булочки не распадались. Сворачиваем все это в такой крепкий рулет, запечатываем попки, место шва тоже хорошо так прижимаем и нарезаем на булочки. Булочки выкладываем на противень, накрываем полотенцем, убираем в теплое место, можно просто ставить на столешнице. И даем им подойти где-то еще минут 15. А сейчас займемся начинкой для нашего киша, кстати говоря, тесто-то мы замесили, и убираем его в холодильник, пока готовим начинку, там я забыла сказать. Сейчас я буду нарезать красную рыбу на небольшие кусочки. Брокколи у меня замороженные, поэтому я ее никак не готовлю. В общем-то, если у вас свежая, то просто разберите ее на небольшие соцветия, чтобы было удобно выкладывать. Посмотрите, такой супчик получился, невероятно вкусный, я прерываюсь на обед. Обязательно готовьте, я думаю, многим понравится. Булочки подошли, пока я кушала, выпекаю при 180 градусах где-то 25-30 минут, они должны слегка зарумяниться. Тесто тоже у меня уже в холодильнике постояло, я его раскатываю сначала, потом руками просто разминаю по форме. Тесто очень эластичное, податливое, с ним приятно работать, поэтому даже если вы не раскатываете, вы его сможете распределить по форме очень легко. Выкладываем пергамент и засыпаем какой-то крупой при 180 градусах на 15 минут в духовку, чтобы корж немножко схватился. Готовлю обмазку, смешиваю сахарную пудру и творожный сыр, мне нравится такая вот смесь больше всего. А здесь соус смешиваем яйцо, сливки, молоко, песто, соль. Это у нас будет такая заливка для нашего киша. Вот, кстати говоря, она придает ему такой очень интересный, необычный вкус. Сейчас я натираю два сыра, которые пойдут у нас в киш. Это пармезан и маздам. На киш выкладываем немножко сыра, сверху красную рыбу, затем брокколи. И сейчас будем заливать нашим соусом на основе песто. Немножко, конечно же, посолить, потому что рыбка и брокколи несоленые. Отправляем в духовку, будем при 180 градусах попекать 20 минут. Булочки готовы и Софика помогает мне обмазывать их творожным сыром вместе с сахарной пудрой смешанной. А через 20 минут мы достанем киш и вот сыр, который у нас остался сверху, посыпем и отправим до подрумянивания. И вам покажу, что получилось в конечном результате. Все очень вкусное, необычное. Обязательно пробуйте готовить. Я всегда для вас ищу какие-то интересные, ну, конечно же, вкусные рецепты. Возвращаюсь наверх и занимаюсь планированием. Сейчас расскажу поподробнее. Я планирую меню. Расписываю на каждый день завтрак, обед, ужин, выпечка. Готовлю я не каждый день, готовлю я один раз на два дня. Принцип моего меню, чтобы там была рыба, чтобы там была птица, возможно, красное мясо. Ну, вот как-то так чередовать. Ну, и, конечно же, какая-то свежая выпечка для детей. Итак, какие у нас будут завтраки? Это будет овсяная каша, это будет запеканка, это будут сырники, это будут такие оладушки на овсянке. Ну, как вот типа овся на блинчике. Это будут просто блины. Потом у меня детки едят и гречневую кашу, и кашу дружбу. В общем, такой у нас незамысловатый ассортимент. Из супов у нас будет щи, у нас будет суп с консервированной фасолью в томатном соусе, и у нас будет уха с красной рыбой. Из горячих блюд у нас будут ракушки с брокколи, я их замораживала, не будут из заготовок. Также у нас будет сибас с картофельным пюре тоже на два дня. И у нас также из заморозки будет фунчоза с курочкой, там, с индейкой в кисло-сладком соусе. То есть мне нужно будет только замочить фунчозу, и все готово. Вот такое очень простое меню, я его расписываю. И когда так расписано, все наглядно видно, какие ингредиенты нужны. Сейчас я заполняю какие продукты, мне нужно докупить. Рыбу я не заготавливаю впрок, я всегда ее покупаю. Вот видите, как удобно. Прикреплю это на холодильник, и все будет у меня на виду, и ничего не забуду. Сейчас я буду планировать уборку, расписывая список дел на каждый день. У меня есть какие-то рутины, которые кочуют вот из недели в неделю, типа там пропылесосить пол на первом этаже, на втором, в цоколе. По понедельникам я всегда быстренько навожу порядок, освежая наши ванные комнаты, протираю пыль, естественно, мою полы. Все это на еженедельной основе, просто распределяю по дням. Какие-то специальные задания, например, на этой неделе у меня будет кухня, гостиная, столовая, игровая. Я буду им уделять особое внимание и прописываю каким моментам, например, это окна, шторы, мебель, люстры и так далее. Вот так вот. Думаю, вам все видно, тоже очень удобно. Немножко прервали, сменили деятельность, отдохнули и я возвращаюсь заканчивать уборку в ванной комнате, так как тут много всего мыла, полоскала, поэтому в этот раз раковину я мою с гель-белизной, чтобы дополнительно ее продезинфицировать. И аналогичным образом буду прочищать нашу душевую. Достаю, вы знаете, у нас в каждой ванной комнате стоит такая сеточка, которая не дает канализацию ходить волосам, еще чему-то такому. И вот где-то раз в две недели все это нужно прочищать, но зато у нас никогда не бывает засоров. То есть вот такая двойная защита помогает нам справляться с засорами. То есть вот сколько лет мы тут живем, никогда у нас такого не было. Единственное, что все это, но за всем за этим нужно ухаживать и прочищать. Все прочистила я гель-белизной и вот этот поддон весь, и все сеточки сейчас просушу и будет готово. Полы я мою такой паровой шваброй, очень мне понравилось ей ухаживать за полом, особенно в туалете, такая, знаете, дополнительная дезинфекция, плюс хорошо все это промывается. Возвращаюсь в спальню и начинаю мыть окна здесь. Если за окнами ухаживать не раз в год, чистятся они просто буквально за 5 минут. Все очень просто. Я протираю влажной тряпочкой, мне хватает одной тряпочки, чтобы протереть окно снаружи, раму и подоконник, потому что они не очень грязные. И дальше все это я полирую чистой тряпочкой для стекол и зеркала и средством специальным. Дело реально 5-минутка, очень быстро, особенно если не перемывать все окна в доме или в квартире за рад. А вот так, знаете, потихонечку, одно окно, не в напряг, мне вот нравится такая система. Ну и, конечно же, шторы. Весь процесс, конечно, не буду показывать, но, в общем-то, все перестирывала я, гладила, Алеша развешивал. И такое у нас было в течение дня просто конвейер. Я, потому что старалась сразу же достать из стиральной машинки, погладить влажные, конечно же, шторы, гладить гораздо проще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну и, конечно же, меняю, наконец-таки, постельное белье. Практически это уже у нас в самом конце на чистое. И я сегодня также поменяла весь текстиль, покрывала, подушки, наволочки из декоративных подушек сняла. Все это уже буду перестирывать, но не сегодня, потому что сегодня в приоритете шторы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Кулакова Ну и, наконец-то, появляются шторы в ванной у нас, в спальне, потому что без текстиля, мне кажется, вы сами видите, как-то выглядит все очень так пусто, уныло и такое прям эхо в помещении. Редактор субтитров А.Кулакова просто мощнейшая, потому что мы в ударе двигаем всю мебель, в гардеробной отодвигаем все ящики. Кстати говоря, пыли там не так много, протираю за ящиками и потом паровой шваброй пройдусь уже просто по свободному пространству в гардеробной, все пропылесошу. Ну и плинтусы, конечно же, протираем. Финишная прямая, мы уже скоро будем ложиться спать и, наконец-таки, все шторы перестираны, Леша их развешивает в спальне. Леша их развешивает в спальне. После такого трудового дня, и сейчас быстренько поухаживаю за лицом, протираю все это падами с кислотой, лицо потом просто невероятно отшелушенное, умываюсь, наношу питательную маску и вместе с ней иду в душ. Конечно же, принимаю душ, воспользуюсь крабом, кремчиком, в общем, расслаблюсь, поухаживаю за собой и с чувством выполненного долго пойду спать. Огромнейшее спасибо, что провели это время вместе со мной, надеюсь, вы получили нереальную мотивацию на всю следующую неделю. Мы увидимся с вами совсем скоро, всем пока-пока, обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»!